Не дня без сюра. Под этим девизом происходит мобилизация в России. Это и другие темы. Давайте прямо сейчас обсудим с Богданом Литвином, федеральным координатором движения Весна. Он присоединяется к нашему эфиру. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Ну смотрите, нам безусловно приятно и смешно, наверное, да, обсуждать вот такие вот сюры мобилизации, все эти уже анекдотические истории. Мы искренне над ними смеемся. Смеется вся Украина. И спасибо, наверное, российским властям и Минобороны за то, что вот такой мобилизацией они объединяют нас и поднимают наш дух украинцев. Но все же, какие, вот вы как правозащитник, что вы можете сказать? Какие проблемы и в каких сферах в России обнажила вот эта недолуга, не могу быстро перевести, несуразная мобилизация. Спасибо. Ну мы видим то, что изначальный расчет на то, что люди пойдут в военкоматы и они соберут то, что они хотели собрать, количество людей, не оправдывается. Поэтому власти перешли как раз к новой тактике. Они теперь, да, проводят массовые облавы именно потому, что люди сами не хотят идти в военкоматы, избегают этого. Кто-то там уехал, кто-то прячется, кто-то живет в прописке. И, собственно, это уже реакция на поведение общества, на то, что люди не идут в военкоматы. Мы сейчас должны распространять уже информацию для тех, кто попался, кого отвезли в военкомат принудительно, что это еще не является приговором для человека, что он еще может оттуда выбраться и не оказаться на фронте, потому что некоторые люди этого не знают, не знают своих прав. Может быть, кто-то уже понял, что не нужно идти в военкомат самостоятельно, но вот да, вы видите, что происходит сейчас. Есть история про то, как человек подал заявление на так называемую альтернативную гражданскую службу и его отпустили. Есть история про то, как людей отбивают из вот этих мест, где их содержат для того, чтобы отправить в военкомат. Буквально недавно писали, там, в Москве в театре мужчин собрали и там держали их, и даже оттуда кого-то смогли вытащить. — Богдан, вот такое интересное наблюдение касаемо Алтая. Там не удалось мобилизовать ни одного человека. Вот как это удалось? — Вот, знаете, я почитал об этой истории, и не очень понятно, если честно. Дело в том, что Алтай — это не какой-то там специфический регион, чем-то сильно отличающийся от любого другого. Тут совершенно непонятно, что произошло, потому что, да, вот есть регионы, где массово, наоборот, собирают, даже где протесты были, не сказать, что там после этого сильно падала. Ну, власть начинали заявлять об этом, но тем не менее. Алтайский край — это не какой-то суперпротестный регион, возможно, там какие-то свои другие неизвестные нам обстоятельства. — А если брать по регионам, вот среднюю температуру, грубо говоря, по палате, да, какие регионы наиболее покорно на сегодняшний день мобилизуются? — Ну, как сказать, пытаются людей отлавливать по сельской местности, по малобеспеченным регионам. Но вот мы видим сейчас, то бишь, изначально Москва и Петербург были городами довольно спокойными в плане этого всего. Видимо, из-за того, что не получается выполнить их план, они перешли теперь к откровенным вот этим историям в столицах. Вот, это может, конечно, им прилететь бумерангом потом. — Понятно. Ну, у нас уже появилась информация о том, что в России объявлена вторая волна мобилизации. По крайней мере, об этом можно сделать вывод после заявлений некоторых губернаторов Российской Федерации. И якобы вот те регионы, которые выступали против, Кремль на сегодняшний день старается и во второй волне мобилизации активно не трогать. А те, кто там, где мобилизация прошла активно, на ура, как говорится, да, им план еще больше поставили. Вы можете подтвердить эту информацию? Подтвердить не могу, но здесь есть определенная, конечно, логика. Дело в том, что в России очень разные регионы по очень разным причинам. Там мы видели протесты в республиках на Кавказе. Там просто довольно отличающиеся общества от других регионов. И, возможно, там как-то, да, по-другому будут к этим людям относиться. И это звучало бы очень хорошо, чтобы люди выходили на протесты, и в результате и в их регионах меньше бы призывали бы. Это было бы очень замечательно, но вот именно в, скажем так, европейской части России, в Сибири мы не наблюдаем такого, к сожалению. Поэтому сложно говорить про в целом Россию. Пагдан, ну а вообще, начало вот этой мобилизации, то, как она идет, какими темпами, как ломают через колено, да, этих мобилизованных, ну хоть как-то, хоть на йоту, это меняет настроение простых россиян по отношению к войне, которая идет? Да, безусловно. Люди, может быть, не сразу, но понимают, к чему все идет. Сейчас мы будем, например, тоже собирать, как раз есть антивоенные высказывания различных людей, которые как раз пытаются не призваться. Кто-то делает это в рамках заявлений на вот эту самую альтернативную гражданскую службу. Мы будем об этом рассказывать тоже, да. Тут нужно понимать, что реакция на мобилизацию была исключительно негативной. По анализу соцсетей практически не было положительных отзывов на эту историю. Власти даже начали пытаться играть в правозащитников, то бишь изображать вот там где-то перегибы на местах и так далее, пытаясь каким-то образом это недовольство канализировать в нужное им русло, но у них это не особо тоже получается. Ну, посмотрим еще, как изменится настроение россиян, когда пойдут массово гробы свежемобилизованные. Они уже начинают идти, но еще не массово, но уже есть информация про погибших. Погибают сначала, первые пошли, это еще когда их на сборных пунктах собирают, там постоянно тоже кто-то погибает. Ну да, там то сердце-то перепили, мы слышим тоже эти истории. А что с выплатами, если первые двухсотые уже начали приходить в регионы? С выплатами как? Или все заканчивается на 5 килограммах рыбы и каком-то барашке, которого давали во время еще призыва? Про это мы еще пока не знаем, об этом еще не было информации. Возвращаясь к вашему вопросу про вторую волну. Тут нужно понимать, что да, там изначально губернаторы начали отчитываться о том, что в их регионах мобилизация закончилась, потом выяснилось, что это не так, и они начали подтирать свои посты о том, что якобы она закончилась, что она продолжает идти. И мы хотим сказать, что нужно понимать, пока Путин не проиграет, пока не выведет войска, эта мобилизация будет продолжаться, будут грести, грести. Он там говорил про то, что из 25 миллионов мобилизационного резерва, так называемого, людей будут грести, просто чтобы использовать их как пушечное мясо. Не знаем, сколько они их там мобилизировали, но они будут это делать все время. Это проблема системная, скажем так. Спасибо за этот разговор. Спасибо большое. Богдан Литвин, федеральный координатор движения «Весна», присоединялся к нашему эфиру.